МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Айгум Альдарович, здравствуйте! Здравствуйте! Я от имени всех наших телезрителей от всего сердца поздравляю вас с вашим юбилеем, желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения! Спасибо! Айгум Альдарович, это такая солидная дата, в принципе, и, наверное, все-таки время подводить итоги, и если окинуть взглядом годы, которые вы прожили, вот этот опыт вашей творческой жизни, вашей плодотворной творческой жизни, жалеете ли вы о том, что стали артистом? Возраст и юбилей, конечно, солидный, как вы сказали, ну, оглядываясь назад о пройденном этапе, творческом пути, жизненном пути, мне, думаю, сожалеть не о чем. Почему не о чем? Потому что я всю жизнь занимался тем делом, который полюбил. Может быть, я в детстве и не мечтал об этом, но когда я уже в Никс, в учебе, после учебы, я полюбил эту профессию, я полюбил то, что я делаю, и я думаю, что жизнь прожита не зря. И не зря еще потому, что я служил своему народу, я делал во имя своего народа все, я создавал образы, я копался в историческом прошлом, настоящем, я мечтал о будущем своего народа. И это все воплощалось в театральную деятельность, в создание образов. Думаю, что сожалеть не о чем. Я с вами тоже совершенно согласна, потому что у вас, в принципе-то, у вас счастливая творческая судьба. Да, можно сказать. Айгум Ильдарович, вот вы, можно вас даже назвать баловнем судьбы, потому что вы достигли в реалиях Дагестана всех тех высот, которые, ну, вообще мог бы актер достигнуть. Да, и народ, зритель, и руководство республики, общественность замечали меня, видели меня, отмечали меня. И творческие успехи были, и они были замечены, отмечены, и, естественно, я получал ту или иную награду, которая была в республике нашей, и даже за пределами награды страны. Айгум Ильдарович, вот не могу не сказать о том, что вы учились с Андреем Мироновым, с Калягиным. То есть, вы понимаете, с самого начала вас окружали очень интересные личности, которые, ну, не могли не влиять на вас, тот же Гамит Рустамов, первый профессиональный режиссер Дагестана, который своей вот судьбоносной рукой вас направил на службу актерскую. Ну да, Гамит Рустамов, это уже потом, хотя первоначально мое попадание в вуз театральный, это вина Гамита Алиевича Рустамова. Еще в 1958 году он, находясь, театр находился рядом с клубом Рыбников, однажды он пришел посмотреть нашумевшую в то время оперету Дунаевского «Белая акация». И вдруг увидел меня в роли главного исполнителя. Спросил, кто это? Это Айгумов. А какой нации Кумы? О, его взбудоражило. И он стал приходить, давай я тебя пошлю учиться, как раз в 1958 году набирала студия, ты пойдешь учиться театралом будешь? Я говорю, нет, нет, я театр. Я представления не имела, театр. Вы считали о море, да? Да, я уже работал в море механиком, в 1957 году окончил я судомеханический, вторым механиком работал в море. Я говорю, нет, нет, я люблю петь, это театр. Ну вот, мы тебя отправим, где поют, учат туда-сюда, консерваторию. Я говорю, хорошо. И с этим я ушел в море. И вдруг, через некоторое время, телефонограмма управляющего, даже, треста срежетиного, Айгумова, второго механика, послать в Махачкаву. Приезжаю, Рустамов. Вот, вот, ты едешь в Москву, там учат петь, все, все. Таким образом, в 1958 году я попадаю в Москву. Хотя в 1957 я участвовал уже после опереты на международном фестивале молодежи и студентов. В Москве. В Москве. И там тоже стал лауреатом. Когда Алексей в своем экране, не экраноплан еще, а суда на подводных крыльях, он же его из Нижнего Новгорода пригнал как раз в Москву, да. Таким образом, я попал в Щуку. Щука назывался институт, Щукинский институт при Вахтанговском театре. Но я вам должен, сейчас анализируя, я должен сказать, что это был золотой период обучения театральному мастерству. Это были педагоги, начиная с Целиковской, Любимовым, Толчанов, Астангов, Захаров, это был Андреева, Цисельвовна Мансурова, это плеяда актеров Вахтанговского театра, которые все преподавали в Щукинском институте. Ну, в общем, такое было окружение, и такие были педагоги, там или же ты вылетал или становился способным артистом. Параллельно, конечно, учились в студии любимого Андрея Мирона, Чурсина Людмила, Шарикина, Зиновий Высаковский, Мишка Державин, Ширвинт у нас преподавал, фехтование тогда, вот, Збруев Сашка, все это мы учились однокурсники. Счастливое время, да? Да, а я еще был председателем правкома всего института, так ко мне и Андрей, и Сашка, и Волынцев, и Мишка Державин, все бегали, а я говорю, дай на зимние каникулы, путевочку там, так что со мной были они все в хороших отношениях и в большой дружбе. Айгум Альдарович, надо сказать, наверное, еще и о том, что там в Щуки, как Вы сказали, Вы встретили свою судьбу, не только актерскую, но и частную, личную. Да, я встретил там свою судьбу, с которой прожил уже 55 лет, воспитал детей прекрасных. Лариса Гаджиевна. Лариса Гаджиевна, да, она была Махмудова, а с последнего курса, уже когда мы заканчивали, была какая-то комсомольская такая свадьба или вечер, присутствовал ректор, все преподаватели, и приехали сюда, в Кумыгский театр, так сказать. Уже актерская семья, да? Актерская семья, она тоже кончила вместе со мной, мы поженились. Даже играли вместе. Вместе играли, в Кровавой свадьбе, Принцесса Туранова, во многих спектаклях вместе. И Горянки играли, я поэт, а она Горянку. Вот такая судьба. Потом, какой-то период, я ушел из театра, я занимался, помимо актерской деятельности, административной тоже. Это министерство увидело, меня попросили в русский театр, в филармонию худруком, потом русский директор, потом директор филармонии, потом опять Кумыгский театр. Вот так, все 55 лет, я на сцене, короче говоря. Айгум Альдарович, ну вот то, что вы уходили в администрирование, это как-то не мешало вашему творческому начало? Я никогда не бросал актерство, где бы я был, худруком был, директором был, я всегда играл, я всегда был в творческом таком росте, что ли. Айгум Альдарович, любимые роли, начиная от Ирчи Казака? Ну, любимые роли, это мы, наверное, в курсе делали, что три года взяли в репертуар Кумыгского театра Ирчи Казак и ждали, пока я закончу институт. Это с этого и начался. А до этого мы привезли Гарсио Лорко «Кровавую свадьбу», где я играл Леонардо главную роль, и Лариса играла невесту, и Аршин Малалам, где я играл главную роль музыкальный спектакль. Ну, и потом пошло-пошло после Ирчи Казака Аманхур Гильбар, потом Шаухалы всякие, потом... Карковский, да? Ну, интересных много было ролей на сцене Кумыгского театра, на сцене... И в русском театре я играл, и Геринга играл, и много-много пришлось сыграть и ролей. Короче говоря, где бы я ни был, худруком или директором, я профессию актерского не бросал. Дорогие телезрители, не переключайтесь, совсем немного, и мы продолжим свою беседу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, дорогие телезрители, мы продолжаем беседу с народным артистом Республики Дагестан Айгумом Айльдаровичем. Айгум Айгумов. Айгум Айльдарович, вы говорили о своих любимых ролях, работах в театре. В театре вообще-то не работают, а служат. Да, я насчет этого все время доказываю и в Союзе, и везде, что мы относимся к категории служащих, потому что мы служим народу. Искусству. Да, искусству. А раз искусство, раз народу, значит, искусству своего народа. Айгум Айгумович, вот если говорить об актерской стезе, да, вот вообще о судьбе актера, о роли актера в жизни общества, о том, что вот актер испытывает, когда, ну, воплощает какие-то роли на сцене. Вот самая сложная работа для вас какая была? Самая сложная работа, вообще, если по-серьезному браться, несложных не бывает. Почему? Потому что в каждом спектакле надо создавать образ, который тебе поручен. Чтобы создать образ, надо вникнуть в его суть. Чтобы вникнуть в суть, надо знать, какая это профессия и что с ней надо делать. Как в неё воплотиться, чтобы стать этим образом. Погрузиться, да. Да, воплотиться, чтобы стать этим образом. Если ты, как следует, не изучил этот образ и не влез его в шкуру, зритель не поверит. А если зритель не поверит, твоя работа на смарку. Ну, Станиславский, великий Станиславский, говорил о том, что, чтобы сыграть зло, надо найти, где он добрый. Вот где эта грань? Где он добрый. Это такое высказывание позитивное, поскольку каждый образ должен быть добрым. Если ты играешь в злодея, тоже надо быть добрым. Злодей тоже должен быть добрым. Совершая это, он должен найти себе основу. Почему он это совершает? Ну, мне тут вспоминается Иуда Искариот, Леонида Андреева, когда Иуда предал Христа, потому что очень любил его. Ну вот, видите, вот. Ну, какой-то такой взгляд, да, особый совершенно. Айгум Ильдарович, а вот то, что вы стали руководить Кумыгским театром, на сцену которого, будучи еще молодым человеком, играли с великой актрисой русского театра Барьят. Кумыгского театра Барьят Мурадовой, да, первая, единственная. Да, конечно, и Рустамов, и Барьят Мурадова, это не ученические годы. Какие бы учителя тебе не преподавали, от кого бы ты какие навыки не воспринимал. А вот когда ты на сцене, да еще с таким мастером, как Барьят Мурадова, да еще при таком режиссере, как Гамит Рустамов, здесь уже посложнее. Здесь надо вникать и идти от партнера. А когда ты попадаешь в роль, например, ты молодой, и попадаешь в роль, где у тебя невеста Барьят Мурадова, который два раза старше тебя, тут невольно задумывайся, а как с ней играть, а как ее любить. Это же целая проблема. Я рассказывал уже, когда Ерчи Казак... Она играла вашу возлюбленную, возлюбленную играла, да. Да, Рустамов говорит, вот Ерчи Казак, вот твоя невеста. Как? Какая невеста? Барьят Мурадова? Мне 25, ей 52. Какая невеста? Он говорит, подожди, не спеши, начни репетицию, потом скажешь. И действительно он был прав. Она настолько была мастер, она настолько была обворожительна, она настолько входила в образ. Если глянешь ее лицо, ее глаза, невольно влюбляешься в это... Вот что такое талант, вот что такое умение перевоплощаться. Вот о чем говорил Станиславский. Это помогало, Игорь Мальдарович, вот такое соприкосновение? Да, это не только помогало, это повышало мой творческий уровень, мой потенциал. Я учился в этой. Она была не... Народная артистка Советского Союза, она не была с высшим образованием, она не имела какой-то школы, но она настолько была одарена природным талантом, что у нее в Москве даже сказали, когда Целиковская посмотрела спектакль на декаде «Каменный гость», она сказала, вот оказывается, у кого надо учиться, вот оказывается, какова должна быть героиня «Каменном гости» Лаура. Да. Я столько лет ее играла, она сказала, но не знала, что ее надо было так играть. Оказывается, так надо было. Ну и Любовь Образцова. Все они восхищались, безмерно восхищались ее талантом, потому что они считали, что как бы, ну, действительно уникальный был дар у нее. Это так повезло Кумыкскому театру, что она работала на сцене этого театра. Айгумальдарович, вот перелистывая страницы вашей творческой биографии, вот этих ролей, вот этих работ, этих людей, я бы хотела, чтобы вы еще несколько имен назвали, с кем вам было особо дорого вот работать. Кумыксом театре? Помимо, ну, рядом с Мурадовой Бориад были такие актеры, Тажетин Гаджиев, Алин Курумов, Курбанов Амир, Хайбат Магомедова, Саният Мурадова. Это была целая прияда, вот такая вот прияда талантливейших актеров, ядро Кумыкского театра. В общем-то, они были основоположниками этого театра. Театрального искусства даже Дагестана, скажем так. Да, не только Кумыкского театра, но и всего дагестанского театрального искусства. И этот театр Бориад рассказывал, как им было тяжело, как в них кидали камни, это все с вероисповедованием было связано. Но все же они выдержали, выдержали и донесли театр до сегодняшних дней. И мы стараемся продолжать, мы стараемся держать вот эти уникальные их вещи, вещи, которые они создавали когда-то. Это все, если сердце захочет. Это было на сутки. Они в активе театра, да? Они в активе театра. Если сегодня и нет, завтра опять восстанавливаются эти спектакли. Айгум Альдарович, наверняка было тяжело держать вот эту высокую планку, которую эти звездные личности установили для вас. Ну да, сама планка как идея театра тяжела. А времена-то меняются. Тогда были такие актеры, сегодня другие актеры. Времена меняются, актеры меняются, ситуация меняется. По ситуации, по времени, по действию мы тоже где-то меняемся. Но все равно традиции Кумыкского театра, созданные этими актерами, они сохраняются. Я считаю, Айгум Альдарович, что и в этом тоже ваша лепта есть, в том, что эти традиции сохранились, потому что вы застали этих великих личностей. Да. И каким-то образом стали, как звено между тем поколением и новым поколением Кумыкского театра. И не только Кумыкского театра, потому что вы работаете в театре оперы и балета, вы работаете в русском театре, ваши последние роли. Ну, это по приглашению, так сказать. Ну, есть такие работы. Ну, во всяком случае, это разнообразные роли, и они очень интересны для меня, как для актера. Айгум Альдарович, вот на днях 24-го буквально марта Республика торжественно отмечает ваш юбилей во Большом зале русского театра. И, в общем, у вас есть прекрасная возможность пригласить наших телезрителей к себе на юбилей, потому что дагестанские театральные зрители вас очень любят. Юбилей – это, конечно, приятная вещь. Но она говорит о том, что уже на исходе и жизни, и творчества. Но, тем не менее, юбилей – это очень заботливая вещь, и я не хотел проводить это. Но Шедри Исаевич Шахсаидов говорит, это не ваш юбилей, это юбилей народа. Вы служили для народа, народ хочет видеть вас, что вы сделали, отчитайтесь перед народом. Вот, Шедри Исаевич очень провел в этом отношении большую работу и довел это до руководства Республики, и глава Республики издал указ о проведении. Спасибо ему большое. Шедри Исаевич добился, чтобы, ну, не добился, а, ну, сказал или объяснил, что это достойный, заслуженный человек. Так передали. А вот народ, конечно, во имя которого я работал, служил этому народу, конечно, приятно перед ним отчитаться, приятно этот юбилей справить. Ну, как, что сказать, само событие юбилейное, вещь приятная, ответственная. Посмотрим, как пройдет. Приглашайте все-таки наших телезрителей, театральных зрителей, дагестнанцев. Дорогие друзья, дорогой, уважаемый зритель, пожалуйста, приходите на мой юбилей. Отметим вместе. Будем рады, да? Да. Еще раз от всей души вас поздравляю. Желаю всяческих благ, которые только возможны на этой земле. Дай Бог, чтобы у вас, и у вас, и у вашей Ларисы Каджиевны все было хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо, конечно. Юбилей есть юбилей, его один не справишь. Поэтому я буду рад, если мои друзья, все любители моего творчества примут в этом участие. Я буду очень рад, благодарен. Спасибо вам за то, что нашли время и зашли к нам сегодня. Спасибо и вам, что вы уделили мне внимание перед юбилеем. Спасибо. Ну что же, дорогие телезрители, со своей стороны я тоже приглашаю вас на юбилей народного артиста России Айгума Эльдарыча Айгумова. Приходите, пожалуйста, обязательно на это торжественное мероприятие. Ну, от своего имени, от нашего канала РГВК Дагестан. Желаю всем вам всего самого наилучшего, всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова